Кто и за что воюет в армии РФ? Почему Кремль разрешает военкорам и Z-блогерам критиковать российскую армию? И признают ли Пригожина предателем Родины? Об этом поговорим с политологом Владимиром Фисенко. Когда в прошлом году блицкрик России провалился, Кремль сделал ставку на добровольцев и кто эти люди и какова их судьба в основной массе? Я специально не отслеживал судьбу этих так называемых добровольцев. Я думаю в общей массе воюющих в Украине их не так много. Они были вот эти так называемые добровольцы были в четырнадцатом году до начала пятнадцатого года, когда была активная фаза боевых действий на Донбассе. Это люди типа того же Захара Прилепина и некоторых других, там Бородай, Гиркин, Стрелков. Вот я называю три наиболее известных имени, такие типажи. То есть это люди с имперскими, просоветскими взглядами, империалистическими взглядами, антиукраинскими взглядами, которые как бы хотели помочь народу Донбасса и которые, как они говорили, которые хотели реванша за девяносто первый год. Там можно еще вспомнить Малафеева, православного олигарха, у которого активы в Штатах сейчас забирают. Он как бы тоже был известен активным участием в римских событиях четырнадцатого года, потом на Донбассе. Собственно, вот Гиркин, Стрелков и Борода – это люди, связанные с Малафеевым были. Это вот как бы люди, да, и вот он, я уже не помню, уже тогда был или позже был создан канал, телеканал «Царьград», вот даже название. Вот это как бы идеология империализма, я бы сказал, такого современного российского монархизма практически. Это люди с такими шовинистическими взглядами, кондово-консервативные, не просто такие правые, а именно кондово-консервативные. Для них это вот идеалы монархии, империи, православия, вот это вот их идеалы. Вот, ну и те, кто был под влиянием этих людей, было немало доклассированных людей. Ну, в четырнадцатом-пятнадцатом году так называемые казаки, как бы из соседних регионов тоже участвовали. Катыровцы уже тогда участвовали. Ну и вот сейчас, когда началась большая война против Украины, 24-го числа, 24-го февраля прошлого года. Собственно говоря, этот же примерно контингент активных воинственных сторонников войны, он как бы проявил готовность повоевать. Но далеко не все, я бы даже сказал, большинство тех, кто воинственно поддерживает войну против Украины, готовы воевать и собираются воевать. Далеко не все, я бы сказал, абсолютное большинство этих людей не хотят реально воевать. Они готовы вот в социальных сетях и в телеграм-каналах поддерживать войну, но не более того. Но какая-то часть этих людей пошла на войну, естественно. Кто был более массовым контингентом? Кого привлекали? Прежде всего за деньги. Вот я думаю, что этот фактор был главным, статистически самым массовым. Люди из российской глубинки, из самых бедных российских регионов, из национальных окраин, те же самые буряты и некоторые другие. Вот они были готовы идти на войну, потому что, ну, слушайте, жить за копейки, это при российских ценах, и влачить вот это скудное существование на нищенскую зарплату, а то и при ее отсутствии, ну, для них это, наверное, не самая хорошая перспектива. Тут есть шанс. Или самим заработать, ну, или там гробовые достанутся семье. Семья купит машину за смерть своего чада там или родственника. Как пошутил на эту тему, причем это даже не шутка была, а я бы сказал, такой почти бизнес-совет со стороны Пригожина, тем, кого он сейчас набирает себе. Это ты, как бы, деньги, которые зарабатываешь в Украине, получат твои родственники, а вот если в Африке будешь, получишь ты сам, тратить будешь сам. Это вот очень показательная разница. Поэтому вот брали людей за деньги. Тех, кто готов был воевать, для которых там несколько тысяч долларов, которых им обещали, ну, в угломной эквиваленте, были огромные деньги, и они готовы были за эти деньги пойти попытать удачу. Второй контингент добровольцев, в кавычках, это Пригожинские зэки. Вот Пригожинские зэки, это была массовая компания, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек набрали. Вот это, я думаю, статистически значимый второй источник. Политические добровольцы, я думаю, это был очень многочисленный контингент. Ну, в лучшем случае, несколько тысяч человек. Сейчас, вот что происходит сейчас? Сейчас, судя по всему, тоже, как они говорят, набирают добровольцев, но даже российские телеграм-каналы признают, про кремлевские телеграм-каналы, признают. Я даже сошлюсь на конкретные источники, не просто телеграм-каналы. Не Пригожин, Рогозин. Рогозин, бывший глава Роскосмоса, один из идеологов российского шевинизма, там, лидер партии Родина, он заявил, что процесс набора добровольцев идет плохо и не дает результата, ну, достаточного полноценного результата. Но набирают, есть планы набора добровольцев по всем регионам. Ну, в Москве меньше, хотя и самый большой регион страны, как правило, берут из глубинки, используют админресурс. Кого набирают? Ну, это вот действительно слово более точно подходит. Добровольно принудительный метод, традиционный для России, еще с советских времен. Набирают тех людей, у кого проблемы. Долги, по ипотеке, банковские долги, там, разных игроманов, людей, у которых риск уголовной или административной ответственности за неуплату алиментов и так далее. То есть, вот, я бы сказал, такой конфликтный контингент, который на крючке у правоохранительных органов. Вот этих людей пытаются вербовать. По сути дела, это не добровольцы, это рекруты, которых в добровольно-принудительном порядке рекрутируют на войну и посылают на войну. Вот примерно такая социальная картина так называемых добровольцев России. А вот когда в сентябре прошлого года Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, картина военнослужащих российской армии несколько изменилась. Как мы помним, тогда российская власть позволила уехать из страны всем, кто желал. И уже с оставшимися работали военкоматы. Кто эти люди? Кто согласился идти воевать? Ведь мы помним множество видеообращений, где они там жалуются, что нас бросили без подготовки, без экипировки, нам обещали, что мы будем охранять склады. И вот это вот все. То есть неужели у этих людей настолько все наивно, что они верили в эти сказки? Нет, я думаю, что тут дело не в наивности. Ну, тут, наверное, надо российских экспертов спрашивать о социальной структуре этих мобиков, как их называют, или чмобиков, тех, кого мобилизовали. Это разный контингент, пестрый очень. Но вот что общее я бы отметил? Потому что даже по социальному статусу это очень разные люди. Потому что, например, гораздо меньше, чем в глубинке, но набирали даже в Москве и Питере. А кого набирали? Ну, или кого? Там иногда это было как наказание. Как бы там насильно вручали повестку. Иногда как бы там кого-то там в обладе взяли. И такие примеры были. Но чаще всего, вот что общего между там... Это могли быть, например, в Москве айтишники. Хотя основная масса, как только началось, они сбежали просто из России. То есть офисные клерки. Тоже таких немного, но были. Основная масса – это деклассированные люди. Ну, люди без определенного социального статуса. То есть без постоянного места работы. Люди с низким уровнем заработной платы. Ну, которым особо терять нечем. Вот я бы так сказал. И психологически что объединяет? Это люди либо под влиянием пропаганды, а самое главное, которые привыкли. Ну, раз начальник сказал «надо», а сейчас государство, ну и главный начальник Путин. Раз сказали «надо», повестку принесли, ну что делать? Значит, надо. Вот. И он обреченный идет в военкоматы и едет на войну. А там родня собирает ему, извините, носки, трусы, протянки, потому что родной государство не может обеспечить. Вот именно такая полная лояльность к государству, психологическая слабость, отсутствие критического мышления, и в этом смысле это может быть еще и подверженность пропаганде также. Вот основные характеристики этих людей. Хотя социально там могут быть разные люди. Там могут быть и представители среднего класса, хотя таких, судя по всему, меньше. А самое главное, это люди вот с невысоким уровнем жизни и с таким либо нестабильным, либо неопределенным социальным статусом. Такие доклассированные или полудоклассированные элементы. Вот вы вспоминали про вот этих ультрапатриотов, шовинистов, имперцев российских, которые призывают к войне, но сами воевать не хотят. И среди них выделяется такой особый класс. Это военкоры, задблогеры и так далее. В какой-то момент, а мы даже приблизительно помним этот момент, это где-то весна-лето прошлого года, этим людям позволили критиковать, в первую очередь военных. И мы видим, как их риторика со временем меняется, становится все жестче, и эти обвинения уже летят в адрес Кремля, самого Путина и так далее. Почему Кремль, во-первых, позволил им иметь свой собственный голос, свое мнение, и не теряют ли они над ними контроль? Ну, они пытаются сохранить над ними контроль. И еще в прошлом году, когда вот стала очевидна эта тенденция, которую вы отметили, она ведь проявилась вначале стихийно. Когда стало очевидным, что Россия не выигрывает войны против Украины, более того, произошел целый ряд ощутимых поражений. И вот сначала это была такая критика, скорее в адрес бездарных генералов, в адрес отдельных проблем на фронтах. То есть для Кремля это как бы была такая отдушина, то есть ее не восприняли всерьез. Ну, мол, как бы, да, есть проблемы, и таким образом можно было объяснить, в том числе и широкой публике, что, мол, виноват не верховный главнокомандующий, а вот виноваты там неудачливые генералы, плохо воюют, не очень они компетентны, кого-то убрали с должности после критики. То есть вначале это считалось, скажем так, и возможностью спустить парк за неудачи на войне. И в то же время это представлялось контролируемой ситуацией. Где-то осенью ситуация начала выходить из-под контроля, и появились особые такие персонажи, которые стали консолидировать вокруг себя вот эту недовольную публику. На тот момент это был Геркин-Стрелков. Вот тоже, кстати, показательный пример. Да, в 2014 году он активно участвовал в военных действиях, сейчас нет. Ну, была такая странная поездка на фронт, которая ничем не закончилась. Вот сейчас, что интересно, роль главного критика власти постепенно переходит к пригожим. Это новая тенденция. Тем более он там активный участник военных действий. Корреспонденты, вот тут ситуация, я не отслеживаю специально, но похоже, что ситуация тоже различается. Основная их масса, это все-таки штатные пропагандисты. Но некоторые из них, будучи на войне, своими глазами наблюдая проблемы, реальные и реальные поражения, они не могли не быть голосом критиков. То есть они отражали критику, которая была на фронте, недовольство, которое было на фронте, они его отражали. Особенно тогда, когда писали неофициальные материалы, то есть своих телеграм-каналов. То, что там для телевидения, для СМИ, это как бы там все цензурировалось, редактировалось, а сами они могли высказываться там в своих блогах уже более свободно. Вот ситуация начала постепенно выходить из-под контроля по некоторым персонажам. И тогда в Кремле начали точечно ставить их, скажем, на место. Не везде, не всегда это удалось. Ситуация и до сих пор полностью не под контролем. Ну, особенно, когда речь идет о таком персонаже, как Пригожин. Ну, как его поставишь под контроль? Он уже стал слишком весомым. Плюс есть прямые связи. Ну, сейчас уже, может быть, не такие прямые, как раньше. Но есть личное знакомство с Путиным, есть связь с Ковальчуком. Ну, то есть есть политическое прикрытие. И вот там в случае с Пригожиным, вот сразу поясню, в чем тут хитрая игра Путина, почему ему и дозволяется критиковать. Путин никому не доверяет. И не доверяет он в том числе и генералам своим. Он их тасует постоянно, и он их боится. Он боится военного переворота. Потому что знает, что среди офицеров много недовольных. История знает много примеров. Не просто военных переворотов, а когда, например, как в Египте военные на параде расстреляли президента Египта Садата. Поэтому всякое может быть. И Путин опасается. И поэтому он намеренно стравливает между собой. Ну, например, Герасимова, начальника генштаба, и генерала Теплинского, который командовал десантниками. Это личные враги. С одной стороны генерал Лапин, а с другой стороны его личные враги Пригожин и Кадыров. Это вот как примеры, когда сознательно вот стравливают этих людей. Дозированная критика, как и раньше. В принципе, это способ перенаправления протестных настроений. Не Путина критикуют, а критикуют там, например, Герасимова, или там Суровикина, Шойгу. Ну, Шойгу самый удобный объект для критики. Критикуют, по-моему, сейчас в России все, кому не лень. Те, кто, ну, из патриотической, так называемой, ЗАД-партии. Но, действительно, появился, например, феномен Геркина-Стрелкова, который стал критиковать Путина. Вот это самая, как бы, загадочная ситуация. Почему он критикует самого Путина и его не сажают? Как, например, посадили там, Илью Яшина, например, или вот недавний пример Владимира Карамулзу на 25 лет посадили. Российские телеграм-каналы изумлялись. Он не вор, не убийца, на 25 лет посадили. А все потому, что, как бы, призывал к санкциям против России. Ну, и там, как бы, сотрудничал с Западом в преследовании конкретных российских чиновников и политиков. А здесь, видимо, вот я выскажу свое предположение. Мне кажется, это уже тактика ФСБ. То есть, Стрелкова ведут его же бывшие коллеги. В данном случае, скорее всего, из ФСБ. Они контролируют эту ситуацию. То есть, им нужно сохранять вот такой, знаете, клапан для выброса протестного пара, который есть вот в этой партии войны. То есть, пусть критикует, но все, кто приходит на его телеграм-канал, там, на его ютуб-канал, все они под колпаком. Таким образом, как бы, контролируется эта среда. Главное, чтобы не было практических действий. Критиковать, ладно, критикуйте, как бы, это такая маргинальная ниша, как пока считают в ФСБ. Мы не знаем точно, кто его знает. Может быть, ФСБ здесь ведет двойную игру. То есть, Путину они говорят, что мы все контролируем, это специально, это такая политтехнология, ну, грубо говоря, провокатор. Технология провокатора. Вот, Гиркин-Стрелков выступает в роли провокатора. Ну, не в такой форме, как был, например, Евноазев в дореволюционные времена, который был главой боевой организации СССР и одновременно был платным агентом охранки. Он и бомбы взрывал, в том числе под Столыпиным, и в то же время получал деньги от охранки. Вот, парадокс, казалось бы, но это стиль спецслужб, в том числе и нынешних российских спецслужб. И вот так, я думаю, не Путин объясняет, что нужен такой провокатор. Он как бы критик, оппозиционер, но он под контролем. Мы его можем использовать. На самом деле, я не исключаю, что через Гиркина-Стрелкова могут вести свою игру и отдельные, скажем так, недовольные мы не знаем ответа на этот вопрос. Действительно, это вот с Гиркиным-Стрелковым самая парадоксальная ситуация. Часть тех блогеров, которые чересчур заигрались, насколько известно, к некоторым применили, ну, скажем так, свои внутренне российские санкции. Кого-то жестко предупредили, кого-то, ну, там даже уголовные дела были объявлены по некоторым персонажам, у кого-то просто закрыли телеграм-каналы. Вплоть до этого. И, насколько известно, это была критика даже вот в этих, в этой Z-среде, там даже начали репрессии против некоторых таких чересчур заигравшихся патриотических средств массовой информации. Их тоже поставили в рамки определенные. Поэтому, с одной стороны, Кремль пытается это контролировать, но в чем проблема? Ситуация становится все более и более неконтролированной. Вот я говорю, главный индикатор здесь Пригожин уже. Уже не Гиркин-Стрелков, а Пригожин, которого боятся, у которого реальный силовой ресурс, и который уже так истерит на всю Россию, что даже испортил им, казалось бы, святой для них праздник 9 мая. Вот, кстати, по Пригожину, да, возможно, вы видели, да, по данным Медузы, что якобы сейчас в Кремле разрабатывается методичка для пропагандистских медиа, что если Пригожин не успокоится, его назовут предателем России, а то и, возможно, вообще ликвидируют. Кстати, противников у Пригожина очень много, есть широкая антипригожинская коалиция, есть, например, целый ряд изданий и телеграм-каналов лояльных Кремлю, сторонники войны, которые выступают с резких антипригожинских позиций. И там просто грозят уже давно, уже, ну, как минимум пару месяцев точно, а может быть и больше, грозят Пригожину делом, даже речь идет не об измене, на измену намекали, если он уйдет с фронтом, а грозят ему статьей за наемничество. В России же частные военные компании не легализованы, да, поэтому там открытым текстом говорят, если ты будешь чересчур протота выделываться, то ты можешь попасть под статью и вместо Африки и Украины окажешься в местах, куда Макар телят не гонял. Я думаю, пока это только угрозы, но тем не менее, я думаю, что целый ряд влиятельных людей пытаются продвигать для Путина вот этот сценарий, что надо показать на наказать Пригожину, слишком он стал опасным и неуправляемым. Поэтому, и уже несколько раз было, об этом много писали, в том числе и оппозиционно-российские уже были методички, где просто были либо запреты, либо ограничения. Не цитировать Пригожина, но тоже пример приведу. Володин, глава Госдумы, он хотел организовать встречу с Пригожиной, ну, некую такую встречу как бы с общественным деятелем на площадке Госдумы. Кремль категорически запретил. Тема до сих пор обсуждается, но очень показательная эта история. Так что, вот вокруг Пригожина очень сильное конфликтное поле. И я думаю, что оно будет сохраняться и дальше, потому что он, знаете, как такой, грубо говоря, неуправляемый беспилотник с большим боезарядом. От него многие ожидают опасности и проблем, и он уже сейчас, ну, он лояльность Путину сохраняет, конечно же, и он зависит по боеприпасам, по снабжению, и даже, как бы, даже в тактическом плане от руководства вооруженных сил, но он с ними в конфликте. Это принципиально новая история. Здесь не просто риторика и критика, прямой конфликт, личностный конфликт. И только Путин выступает здесь в роли арбитра. Даже не администрация президента России, а лично Путин в роли арбитра. И он регулирует в ручном режиме вот этот конфликт. Но сама по себе ситуация, когда критика нарастает именно, казалось бы, в наиболее лояльной среде, среди сторонников партии войны. Вот это очень показательная тенденция и очень опасная тенденция. Потому что это, казалось бы, контингент, который был наиболее лояльный Кремлю, который Кремль как бы использовал во время нынешней войны. Это был его такой передовой политический и пропагандистский отряд. А теперь оказалось, что вот в этом передовом отряде, в этом авангарде политическом для Кремля, авангарде партии войны зреет возмущение, зреет недовольствие, недовольство. Грубо говоря, бунт назревает. И вот мне кажется, я не знаю точного ответа на этот вопрос, но мне кажется, что Кремль не знает ответа, не имеет ответа, что делать с этими людьми. Их пытаются контролировать. Ну, методами спецслужб, вот я же говорю, контролируют, кто там ходит, точную работу проводят, кого-то там убирают, но их стараются контролировать. Одна из версий, кстати, популярных в связи со всеми этими покушениями и на так называемого военкора татарского, теперь на Захара Прилепина, еще раньше Дарья Дугина, что на самом деле, ну, мы же не знаем точно, самая популярная версия, что это, мол, украинские спецслужбы, сделали украинские диверсанты, но я вполне допускаю, и примеров этому очень много в истории, спецслужбы российские могли знать о подготовке этих покушений, могли знать, но ничего не сделали для того, чтобы их предотвратить. А почему? Нужно, чтобы эта публика боялась, чтобы они боялись, пусть боятся украинские спецслужбы, но нужно, чтобы они боялись. Кто может защитить? Спецслужбы российские, они должны быть под контролем. Вот, ощущение страха у российских элит, у этих вот военкоров, у всех, вот, все должны бояться, и все должны понимать, единственная для них защита, это российские спецслужбы. Это, кстати, тоже объясняет, ну, популярное объяснение вот этих всех утечек телефонных разговоров, что МОЛ ФСБ показывает, что они все контролируют. На самом деле они не все контролируют, ситуация постепенно выходит из-под контроля, но они пытаются управлять этим страхом. Получается все хуже, все менее, скажем так, эффективно, особенно по Пригожину это заметно. Я думаю, через какое-то время эта ситуация действительно может выйти из-под контроля. Но пока они пытаются в ручном режиме как-то контролировать эту ситуацию. Но она абсолютно новая. Ничего подобного не было за все 20 лет правления Путина. Традиционно всегда главную опасность они видели на либеральном фланге, со стороны проевропейской общественности, жителей крупного городов, среднего класса. Да, ну, были лимоновцы, правда, но лимоновцы это была такая маргинальная структура. А вот они действительно они очень они опасаются тех, кто неконтролируемый. И по некоторым данным тот же Захар Прилепин он тоже считался таким, ну, скажем так, чересчур нарванным, чересчур идеологизированным. В спецслужбах же российских и в Кремле тем более они привыкли работать те, кто понимает один язык, лояльность, нелояльность и деньги. То есть кого можно купить все в порядке. Да, а если ты идейный чересчур, то кто его знает, как ты себя будешь вести дальше. Поэтому таких можно и убрать, либо через них, через покушение на них пригрозить остальным. Но в любом случае частота вот этих конфликтных инцидентов она делает ситуацию все более и более неконтролируемой. Давайте тогда подведем некий итог под этим всем. Получается картина следующая, что наиболее преданные власти, наиболее те, кто верили пропаганде, кто выступали за войну, они либо ушли на фронт и уже погибли в значительной части, либо самые дерзкие заметные ликвидированы, либо находятся под колпаком у ФСБ. Выходит, что быть приверженцем российской власти это опасно? Вот я бы иначе немножко оценил эту ситуацию. В чем главная сейчас проблема для Кремля? Вот этот их боевой авангард политический, партия войны, она сейчас становится потенциальной опасностью. Те, кто на фронте, да, часть погибла, но значительная часть, те, кто на фронте, они сейчас становятся критиками режимом. Опять-таки, пригожен индикатор этих настроений и отчасти военкоры. Когда они, извините, хлебнули этой фронтовой баланды, хлебнули всех проблем фронтовых, реальных проблем, увиделась силу украинских войск, поняли, что войну они вряд ли выиграют, а многие поняли, что, скорее всего, и проиграют. у них зреет, я бы сказал, такой внутренний когнитивный политический диссонанс. Они недовольны, недовольны ситуацией. И вот это принципиально новый вызов для Кремля. Опасность пришла оттуда, откуда они не ждали, со стороны, казалось бы, наиболее преданных, наиболее активных союзников. И вот теперь они думают, что с ними делать, как этой недовольной массой управлять. Да, ее частично утилизируют. Утилизируют не только зэков пригожинских. Вот многие в России довольны. Как это хорошо. Послали на фронт преступников, пусть они там и гибнут, как кушечное мясо. Но гибнут и часть вот этих патриотов, а другая часть становится недовольной. И это потенциальная угроза для Кремля. Поэтому они сейчас думают лихорадочно. А может быть, для них надо создать отдельную партию. Там, реанимировать либо какую-то новую партию создать. Например, то ли во главе с Пригожиным, но против этого категорически выступают многие люди из Кремля. Потому что они боятся Пригожина и считают его неконтролируемым. Вот кто-то говорил, а давайте Прилепина сделаем лидером такой партии. Похоже, не всем это понравилось. И кто его знает? Одна из версий, может быть, конкуренты потенциальные на этом фланге убрали Прилепина. Это, кстати, версия даже называется в некоторых прокремлевских телеграм-каналах. Поэтому это потенциальный вызов сейчас для Кремля. И это еще один из индикаторов грядущей, неизбежной для России войны всех против всех. Когда вот эти все скорпионы и крысы войны начнут воевать между собой. Сейчас они все против Украины, но уже недовольны друг другом. Еще и Путин их немножко друг с другом стравливает из-за своей паранойи. Поэтому вопрос только в том, когда, при каких обстоятельствах они начнут воевать между собой. И это новая потенциальная угроза для Кремля. На самом деле не только для Кремля, для всей России. Потому что это люди, зараженные войной. Это люди, которые являются носителями военной агрессии, ненависти. Сейчас у них ненависть против Украины, а завтра она может быть обращена и внутрь России на всех, кого они посчитают своими врагами. Спасибо большое за комментарий. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста.